всем хорошего дня сегодняшняя тема это контроль лектирования кожи безусловно это интересная тема современные методы косметологического влияния на процесс индикации мы не говорим о том что топическое нанесение полностью нивелирует продукты питания скажем так но тем не менее есть такая возможность контроля и топического в том числе для особых потребностей кожи например для кожи диабета 2 типа а мы сегодня поговорим о том что это такое почему она влияет на кожу а для какой кожи нужна данная линия особенностью применения и с чем мы можем комбинировать данную линию для получения более таких лучших результатов а если будут вопросы пишите в комментариях мы безусловно отвечаем на все ваши вопросы а начнем с того что данный процесс это входит в теория старения кожи да то есть теория прекрасных шивок так называемая теория юхана бергстена заключается в том что старение живых организмов обусловлено случайным образованием химических мостков или поперечных шивок между молекулами белков а при этом роль агрессивного вещества безусловно играет в первую очередь сахар и глюкоза а глюкоза безусловно очень важный компонент и как врач я могу сказать что я сто процентов за полноценное питание особенно а детский организм то есть я своим же детям говорю что пока они растут они пытаются правильно когда они вырастают они уже сами принимают решение как им питаться а почему потому что растущий организм это организм каждый день происходит какие-то виды изменения и я безусловно какие-то принципе питания уже более взрослым организме они могут прижиться а почему глюкоза важно потому что глюкоза это единственный источник энергии для центральной нервной системы эритроцитов клетки мокрового вещества почек все эти компоненты работают в так называемом условии низкого напряжения кислорода либо анаэронных гликолиз поэтому ничто иное как глюкоза не может заменить данный процесс а ну безусловно избыта глюкоза может превращаться в жиры глюкоза это действительно кладезь энергии и равняется клеточное дыхание без глюкозы ни одна клетка не может полноценно дышать функционировать в том числе а в этом всем процессе огромную роль играет гормон который который поставляет глюкозу непосредственно в клетках задача инсулина это доставка глюкозы клеткам организма но а здесь очень важно чтобы инсулин был вырабатывался очень плавно даже не было стрипков инсулина а скачков инсулина когда это может происходить а например а если человек голоден то есть самая большая ошибка это съесть сахар либо еще хуже выпить сахар выпить например сладкий чай то есть очень правильно когда мы чувствуем голод это съесть например хотя бы бутерброда в этот момент ну то есть не будет такого прыжка потому что а пока мисс этот продукт еще метаболически будет усваиваться и инсулин очень постепенно будет подниматься все это влияет на гормональную панель почему я так акцентирую на это внимание особенно важные периоды для женщины поэтому скачки инсулина это всегда плохо для гормональных для гормональной панели а факторы старения сейчас очень много то есть я взяла картинку из интернета а здесь очень сильно тесно связано ликирование и окисление то есть по сути теория свободных радикалов и теория переклюзных шивок да все это влияет безусловно прежде всего на белок а белок как мы помним это наша термо поэтому безусловно влияние данных процессов на нормальный слой будет очень великий заметен прежде всего ликирование влияет на нарушение функции белков а также нарушение самого сердца клетки днк а липидов то есть он изменяет их химические составы а также нарушает связывание компонентов с рецепторами из клетки есть много рецепторов гормонально подобных а и даже вот то что для нас важно для витамина кожи все это тоже может изменяться на пони гликирование а гликирование что это такое еще раз это присоединение сахара белка а при этом коллаген и эластин становится ковалентно связаны многочисленными ошибками а в норме белковой структурой скользят относительно друг друга а но при гликации то есть они не могут двигаться столь свободно и мы видим что кожа становится тугая со временем теряется упрюгость идет уплотнение термы и все это также влияет и на подвижность суставов а все это тоже очень сильно плохо влияет на микроциркуляцию тоже картинка из интернета очень примитивно но тем не менее очень показательным то есть здоровый коллаген молодой кожи и коллаген уже соединением с сахаром возрастная кожа она становится не гибкая и сшитой между собой такими связками что еще хочется акцентировать внимание что клиенты которые на безжировой диете они тоже будут страдать данной проблематикой считается что для кожи это хуже вариант потому что жир для кожи на самом деле очень полезен в нормальном его количестве в нормальном форме употребления а почему это важно потому что чтобы убрать жир но сохранить при этом вкус в продуктах производитель увеличивает сахар и крахмаль ну собственно говоря все это запускает процессы гликации антиликирующие агенты как я уже говорила неоднократно что микроциркуляция это важный источник правильного функционирования кожи по сути это мезотерапия изнутри как я часто говорю и действительно макрофаги наши помощники да то есть это моноциты которые вышли за кровомосленное весло они помогают в этом процессе унивелировать то есть на фоне данной данной линии мы рекомендуем использовать на постоянной основе линию ред стоп 2 марки шинтерель именно для улучшения микроциркуляции там есть две маски и вот на постоянном условии их тоже подключить еще очень важно это альфа-липулевая кислота то есть она тоже борется с салонными радикалами окислением из гликации она является таким коэнзином метаблических процессов субфактором для превращения глюкозы в клетку и является таким тоже антиликирующим средством я не буду акцентировать внимание вы эти все можете почитать интернете какие продукты питания лучше употреблять все таки не рассказать о том что это важно но не акцентировать свое внимание давайте все таки сделаем акцент на том что ведет к гликации да какие мы будем визуально отмечать изменения вы видите мелкие подушечки на областью глаз то есть это места так называем накопления гликирования коллагена и эластин а темно-бордовая область вокруг глаз это тоже влияет процесс эликации в целом потеря упругости и ответит горизонтальные линии вокруг глаз нижней челюсти подбородка шеи доны декольте и все это будет еще дополняться красными капиллярами на фоне диффузного покраснения щек подбородка и крылья а причины и мишени воздействия плохое питание диабет первого типа повышенная ферментная активность колонина с вилостазом то есть это может быть даже косметически связано кто сильно увлекается нексонными методиками перекисное окисление клеточных липидов то есть по сути это фотостарение инсоляции и так далее снижение активности дермальных и политических ферментов нарушение работы лимфатической системы как мы уже говорили окисление витамина c инактивация рецептора витамина а то что говорила что не чувствительные к витамину а становятся рецепторы клетки то есть это тоже являться таким плохим показателем нарушение репликации за счет повреждения ДНК мы говорили что это влияет на ДНК ну и в целом безусловно клеточные старения картинка снова таки с интернета но тем не менее все в наших руках как мы можем выглядеть в определенном возрасте зависит от нас здесь внизу я акцентирую внимание на химический индекс да то есть от способа приготовления пищи он тоже сильно влияет то есть в целом мы можем дать рекомендации если кратко это избегать сладости и ночное то есть все продукты с высоким химическим индексом резко сократить продукты питания богат лактозы ну лактоза это тоже сахар да то есть вы знаете а исключить чрезмерное потребление мяса то есть рекомендуем до 1-2 раз при этом 1-2 раза кушать рыбу рыба богатыми заменимыми жирными кислотами то есть это очень хорошо и в рыбе ну как бы химический индекс достаточно ниже чем в мясе а масло и жиры кушать обязательно умеренно только в сыром виде не употреблять орехами не кушать их обязательно исключить все жареные и печеные кушать либо сырое либо вареное долго не разваливать каши если можно их просто залить и размягчить топический контроль лакирования вторая марка шантарель идет в новую со временем она действительно разработала линию которая очень сильно показана именно для диабета первого и второго типа аминопауза который длится от 20 лет плохое питание то есть период праздников отпусков надмерной инсуляции или наоборот очень правильное питание то есть мы будем улучшать скажем так структуру белков в дерме так когда мы будем аккумулировать и внешние и внутренние воздействия надмерная инсоляция то есть перекисное окисление клеточных липидов курение отечность и деформационные изменения то есть нарушение методической системы как мы уже говорили и возрастные изменения чем богата линия то есть она имеет антиоксидантную защиту она способствует осветлению и разглаживанию она восстанавливает структуру белков в том числе коллагена и эластина соответственно улучшает упругость и плотность выравнивает цвет лица за счет улучшения микроциркуляции и витаминных компонентов и ферментных компонентов здесь также есть стволовые клетки водорослей улучшение регенерационного барьера кожи то есть мы можем улучшить принцип функцию регенерации идеальный симбиоз безусловно это такая антивозрастная все таки линия я бы сказала она не совсем для молодой кожи можно но если в короткий период на какой-то период времени поэтому как мы можем комбинировать я уже говорила своих рекомендаций по домашнему уходу всегда использую дневной уход с одной линии ночной с другой почему потому что в коже зачастую разные задачи и улучшение микроспекуляции например и улучшение нормальных функций то есть ремодулирующие какие-то компоненты поэтому в данном случае наши рекомендации данную линию сочетать например если в климах перените это с 3 не менее то есть фитоэстрогены и плюс контроль лекарств оно будет аккумулировать и улучшать результативность а также для более куперозной кожи да а одну тушку с возрастными особенностями гликация плюс витамина С а если мы говорим о потере влагодерживающих функций кожи гликации плюс внутримакция если мы говорим о возрастных да то есть чтобы фибробласты больше завести то есть как бы улучшение структуры основных керамодулирующих функций да то лифтанга R вместе с данной линией а если мы работаем с глиментацией а если мы работаем с регенерацией это плампу плазма и если мы работаем кстати в том числе с молодой кожей да а супериор я могу при этом всем очень большая рекомендация это маски для улучшения микроциркуляции торговой марки шантарель в линии redstock везде маски которые нужно использовать в ежедневном не в ежедневном а в 1-2 раза в неделю если у вас одна маска то два раза в неделю если две разные то один раз такой и один раз такой для микроциркуляции все это уменьшить отечность улучшить проницаемость наших компонентов данная линия богата водорослями и богата ферментами которая работает с кератином с остаточным белком в роговом слое очень мягко очищает кожу восполняет ее все потребности очищает сальные потовые поликулы смывает остатки макияжа и при этом она работает очень мягко и деликатно как с возрастными особенностями кожи следующий компонент это тоник тоник здесь идет в виде спрея то есть вы можете его использовать несколько раз при необходимости особенно когда воздух влажный это приемлемо в отпуске и так далее что он содержит он содержит экстракт шамфея то есть шамфея является фитоэстрогеном содержит морскую воду морской коллаген или коген гидролизированный либо расщепленный эластин и пять видов морских водорослей то есть циационные экстракты с них тоже смягчают кожу тоник создан для тонизации кожи для выравнивания, нивелирования агрессии проточной водой если вы не досмывали молочко то он это тоже сделает прекрасно поэтому одна из таких топовых я считаю средств это именно тонизирование кожи следующий компонент это пень для лица то есть мы его используем один раз в неделю он идет тоже на основе биоферментов которые мягко встраиваются в кератин и рогового соя и расщепляют его кроме этого здесь полисахариды морского преосхождения то есть увлажняющую функцию принесет и опять циационный экстракт морских водорослей следующие есть три сыворотки по лицу данные сыворотки мы можем внедрять с помощью фототерапии 650 это красный цвет 420 это синий цвет данные сыворотки в данном случае богаты с воловыми клетками соответственно растения богаты антиоксидатными питательными компонентами есть капсульный биометический пантопактит 48 который как раз регулирует контроль выдачи глюкозы клеткам и этим он хорош соответственно мы стимулируем так называемый фермен токолетия то есть еще уменьшение укорачивания таламили идет в данном случае есть ДНК коктейль для регенерации коллагена то есть его тоже можно внедрять компоненты похожи но дело в том что в зависимости от выбранного коктейля какой-то компонент будет более высокая доза чем другой соответственно здесь тоже есть капсульный биометический пантопактит 48 5 ценных экстрактов морских водорослей ферментные компоненты которые стимулируют коллагена то есть мы выбираем один из коктейлей и есть коктейль с ретинолом то есть здесь есть ретинол 6% а также мы можем внедрять с помощью фототерапии и в данном случае ну то есть данную сыворотку больше рекомендую все-таки в ночной период времени если мы говорим экспозиция есть безусловно сыворотка для кожи вокруг глаз то есть кожа вокруг глаз иногда ну как бы быстрее стареет по своими особенностями старения и так далее поэтому безусловно тоже важно что здесь активное проколлагеновый трепетит есть то есть он улучшает прямое состояние кожи уже заметно спустя 7 дней низкомолекулярная ялуроновая кислота витамин B5 либо бетонтенол экстракт на своих водорослей то есть обязательно как бы можем в более раннем периоде рекомендовать данную сыворотку есть два крема то есть крем дневного использования с спецзащиты в ночном использовании без спецзащиты и мультифункционированный крем вокруг глаз который тоже мы можем использовать в более раннем периоде для лучшей эффективности то есть если мы выбираем сыворотку и крем то лучше в данном случае выбрать данную линию чтобы аккумулировать процентное содержание птиных компонентов и улучшить эффект спасибо вам огромное алинатная маска ну алинатная маска в принципе да то есть она такая универсальная вещь да просто здесь идет с морскими водорослями вся линия там она еще как бы дополнена спасибо огромное за внимание если будут вопросы обязательно не отвечу спасибо огромное для нас встречи